Варлам Шаламов, Стланник На крайнем севере, на стыке тайги и тундры, среди карликовых берез, низкорослых кустов рябины с неожиданно крупными, светло-желтыми, водянистыми ягодами среди шестисто-летних лиственниц, что достигают зрелости в 300 лет, живет особенное дерево, Стланник. Это дальний родственник кедра, кедрач. Вечно зеленые хвойные кусты со стволами потолще человеческой руки и длиной в 2-3 метра. Он неприхотлив и растет, уцепившись корнями за щели в камнях горного склона. Он мужественный и упрям, как все северные деревья. Чувствительность его необычайна. Поздняя осень, давно пора быть снегу, зиме. По краю белого небосвода много дней ходят низкие, синеватые, будто в кровоподтеках тучи. А сегодня осенний пронизывающий ветер с утра стал угрожающе тихим. Пахнет снегом? Нет. Не будет снега. Стланник еще не ложился. И дни проходят за днями. Снега нет. Тучи бродят где-то за сопками. И на высокое небо вышло бледное маленькое солнце. И все по-осеннему. А Стланник гнется. Гнется все ниже, как бы под безмерной, все растущей тяжестью. Он царапает своей вершиной камень и прижимается к земле, растягивая свои изумрудные лапы. Он стелется. Он похож на спрута, одетого в зеленые перья. Лежа он ждет день, другой. И вот уже с белого неба сыплется, как порошок, снег. И Стланник погружается в зимнюю спячку, как медведь. На Белой горе взбухают огромные снежные волдыри. Это кусты Стланика легли зимовать. А в конце зимы, когда снег еще покрывает землю трехметровым слоем, когда в ущельях метели утрамбовали плотный, поддающийся только железу снег, люди тщетно ищут признаков весны в природе, хотя по календарю весне пора уж прийти. Но день неотличим от зимнего. Воздух разряжен и сух, и ничем не отличен от январьского воздуха. К счастью, ощущения человека слишком грубы, восприятия слишком просты, да и чувств у него немного, всего пять. Этого недостаточно для предсказаний и угадываний. Природа тоньше человека в своих ощущениях. Кое-что мы об этом знаем. Помните рыб лососевых пород, приходящих метать икру только в ту реку, где была выметена икринка, из которой развелась эта рыба? Помните таинственные трассы птичьих перелетов? Растений барометров, цветов барометров известно нам немало. И вот среди снежной бескрайней белизны, среди полной безнадежности, вдруг встает Стланник. Он стряхивает снег, распрямляется во весь рост, поднимает к небу свою зеленую, обледнелую, чуть рыжеватую хвою. Он слышит неуловимый нами зов весны и, веря в нее, встает раньше всех на севере. Зима кончилась. Бывает и другое. Костер. Стланник слишком легковерен. Он так не любит зиму, что готов верить теплу костра. Если зимой рядом с согнувшимся, скрюченным по зимнему кустом Стланника развести костер, Стланник встанет. Костер погаснет, и разочарованный кедрач, плача от обиды, снова согнется и ляжет на старое место. Его занесет снегом. Нет, он не только предсказатель погоды. Стланник – дерево надежд. Единственное на крайнем севере – вечно зеленое дерево. Среди белого блеска снега, матово-зеленые, хвойные его лапы говорят о юге, о тепле, о жизни. Летом он скромен и незаметен, все кругом торопливо цветет, стараясь процвести в короткое северное лето. Цветы весенние, летние, осенние перегоняют друг друга в безудержном бурном цветении. Но осень близка, и вот уже сыплется желтая мелкая хвоя, оголяя лиственницы, палевая трава свертывается и сохнет, лес пустеет. И тогда далеко видно, как среди бледно-желтой травы и серого мха горят среди леса огромные зеленые факелы Стланника. Мне Стланник представлялся всегда наиболее поэтичным русским деревом, получше, чем прославленная плакучая ива, чинара, кипарис. И дрова из Стланника жарче. 1960 год Субтитры создавал DimaTorzok